Книга «Открытым оком», 7 том. Вопрос 1801. Тема «Жития». «Какие жития наиболее нравятся вам, которые схожи с тем, что вы делаете, что проповедуете?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Предисловие к житиям. Читателям предлагаются ответы на вопросы по житиям святых. Совершенно очевидно, что в житиях святых мы можем найти много образцов для подражания, но и много того, чему подражать ни в коем случае нельзя. Далеко не всякий способен самостоятельно отделить доброе от злого, поэтому имеет смысл делать серьезный, вдумчивый разбор в соответствии со священным писанием того, чему можно подражать, а что является немощью человеческой, или заблуждением, или грехом в жизни того или иного подвижника веры, прославленного церковью, ибо, по словам святого Климента Александрийского, люди, склонные к поиску наиболее совершенного, никогда не признают что-либо истинным прежде, чем найдут подтверждение тому в Писании. Естественно, что взявший на себя это великое дело, человек должен хорошо знать священное писание, жития святых, иметь большую веру и любовь к Богу и ближнему, а также обладать честным, смиренным, сильным умом, чтобы четко, логически, ясно показать истину и заблуждение. Такой человек должен стараться исполнить в своей жизни слова апостола Павла. «Вникай в себя и в учения, занимайся симпостоянно, ибо так поступая и себя спасешь, и слушающих тебя». 1 Тимофея 4, 16. 300 лет, 1705 год. Как жития святых, составленные митрополитом ростовским Дмитрием, читаются верующими. Сами же жития, составленные в более ранний период, хотя не так полные были и раньше, но на них учились жить, подражать им. И это не только в России, где для многих эти жития Четьи и Минеи были настольной книгой. В это самое время Слово Божие, Библия, не было распространено в народе. Синодальный перевод Библии на великорусском разговорном языке появился только в 1876 году. «Каждого из рожденных Бог будет судить на страшном суде не по житиям и не по каким другим книгам, а только по Слову Своему, то есть по Святой Библии. Значит, по ней и нужно сверять все свои действия и шаги. В свете Библии многое в житиях противоречит словам Спасителя Христа, Иисуса и Откровению Божию о людях. Приведенные места Священного Писания дают нужный настрой. Во свете этих слов и нужно хорошо ознакомиться с житиями, чтобы брать за образец подражания только то в житиях, что сходится все со Священным Писанием». Евреям 13, 7. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Марка 16, 15. «И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Иоанна 12, 48. «Отвергающий меня и не принимающий слов моих имеет судью себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день». Притча 36. «Не прибавляй к словам его, чтобы он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом». Откровение 21, 8. «Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере, горящим огнем и серою». Галатам 1, 8, 9. «Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема, как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю, кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема». Притча 28, 9. «Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва мерзость». Исайя 8, 20. «Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света». Иоанна 14, 23. «Иисус сказал ему в ответ, «Кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и Отец мой возлюбит его». «И мы придем к нему, и обитель у него сотворим». Иоанна 15, 27. «А также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со мною». Диане 1, 8. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Римлянам 11, 6. «Но если по благодати, то не по делам, иначе благодать не была бы уже благодатью. А если по делам, то это уже не благодать, иначе дело не есть уже дело». Галатам 2, 6. «И в знаменитых чем-либо, какими бы ни были они когда-либо, для меня нет ничего особенного. Бог не взирает на лицо человека». Псалом 118, 113. «Иеремия 23, 28. «Пророк, который видел сон, пусть и рассказывает его, как сон. А у которого мое слово, тот пусть говорит слово мое верно. Что общего у Мекины с чистым зерном, говорит Господь». Второе фессалоникийцам 2, 2. «Не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного». Иеремия 14, 14. «И сказал мне Господь, пророки пророчествуют ложное именем моим. Я не посылал их и не давал им повеления, и не говорил им. Они возвещают вам видения ложные и гадания, и пустое, и мечты сердца своего». Там же 23, 21. «Я не посылал пророков сих, а они сами побежали. Я не говорил им, а они пророчествовали». Первое царство, 15, 23. «Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление тоже, что идолопоклонство. За то, что ты отверг слово Господа, и он отверг тебя». Иоанна 15, 27. «Так же и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со мною». «Те, где люди похожи на людей, где в основу берут Слово Божие и мудрость от Бога». Иакова 5, 17. «Илия был человек, подобный нам». Евреям 4, 15. «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». Иллипийцам 3, 17. «Подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас». Феодор студит память 11 ноября. «Если же некоторые и роптали на него, то он не обращал на то внимания, ибо не на то он взирал, что о нем говорят ропшущие, но заботился о том, дабы деятельность его сделалась угодной Богу». Минадора, память 10 сентября. «Познание об Иисусе Христе, распространяемое в мире проповедью о нем, апостол Павел сравнивает с благоуханием мира, как в Ветхом Завете сосуды священные и служители скини, помазываемые миром, распространяли вокруг себя благоухание, так в Новом Завете апостолы, будучи как бы сосудами благовоннейшего мира, познания Христа, были исполнены благоухания, и проповедуя о Христе, распространяли это благоухание повсюду. Господь наш Иисус Христос одержал победу над начальником зла и оставил нам пример отражать искушения дьявольские, победоносным оружием Слова Божия». Иустин Философ, память 1 июня. Пробыв в Эфесе довольно времени, он снова возвратился в Италию и, по примеру апостолов, всюду в пути проповедовал Христа, обращал путем прений к святой вере иудеев и эллинов и утверждал в ней верных. Киприан Карфагенский, память 31 августа. Одежды носил он не слишком богатые, не слишком убогие, ибо святой избегал гордости и превозношения, но не желал подвергать бесчестью и сан архиерейский. Характер его был весьма сдержан. Он был не слишком суров, не слишком мягок и кроток сверх меры. «Где нужно было наказать, там он, хотя и милостиво, являл гнев свой, почему был всеми уважаемым и почитаем. Кроме всего, святой Киприан являл великое милосердие и сострадание ко всем обиженным и бедствующим. Он был помощником сиротам, странникам, нищим и больным». Незаменимых нет, как всюду говорят, подчеркивая важность индивида. Но отошел боец и рухнул целый ряд. Нет миротворца и кипят обиды. Хотя один не воин среди поля, но умер вождь и вдовами все жены. Харизма есть особенная доля. Уметь лечить смертельно прокаженных. Как надо их хоронить, ценить, благоговеть. Когда они живые среди нас. Они летят, увы, бойцов недолок век. Высок ли Павел был, а может, коренаст? Да, не смогли спасти, Самсона уберечь. От пули Пушкина закрыть бы чем попало. Остановить над Павлом уже сверкнувший меч. За Достоевского пойти в его опалу. При жизни оценить чудесный бриллиант. Заложенный в прощу библейскую оправу. Вопросы за вопросами мог поднимать Атлант. Кривое, левое, все выпрямляя вправо. Жезл Моисея память. Погибшим с фараоном. Кадельниц обожженных кощунники коснутся. Но умер вождь в горах. Несметные уроны. Не раз врагу победа пред идолом согнутся. Цените златоуста, здоровьем ослабевший. Он потрясает кафедры и троны самодержцев. Мы без него на поле, увы, загнемся пешкой. Так хорохорившиеся перед тенью дерзко. Не каждому дано быть лидером в атаках. И в мирных хижинах по правде спор решать. От страха могут многие тесниться над клакой. И бестолочью, без переч, лишь мельтешить, мешать. Незаменимых нет. О том творца попросим. Замену нам прислать и наградить достойно. На новые посевы падут дожди и росы. Да живет овца и разродится тройний. 2 сентября 2003 год. Игнатий Лапкин.